Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Но уже сегодня, по словам Лорен Томпсон, главного операционного директора Института Лексингтона, существует угроза, что осуществить этот проект в том виде, в котором планируют его создатели, не получится. Это связано с тем, что иностранные компании вкладывают свои средства в этот проект, а значит, он не будет под тотальным контролем американского правительства. Например, Китай все больше доминирует в цепочках поставок, устанавливает глобальные технологические стандарты и постепенно вытесняет американские компании с рынка. По словам Томпсон, первым шагом к оживлению коммерческого сегмента Joint в США могло бы стать обновление регуляторной политики, отражающей существующие рыночные условия. Из-за ограничений, введенных правительством США в качестве защиты своей национальной безопасности, экономическая выгода проектов в сфере Joint для американских компаний находится под вопросом. Для сравнения, китайские предприятия продают на открытом рынке изображения с высоким разрешением и кратковременным повторным посещением сравнительно дешевле, чем это могли бы делать американцы. Томпсон считает, что Америка не сможет оставаться конкурентоспособной в Joint или любой другой критически важной отрасли, если ее собственная политика регулирования сдерживает инновации. И если его коммерческие возможности перестанут быть конкурентоспособными, количество провайдеров Joint в США будет продолжать сокращаться, а национальная безопасность, безусловно, пострадает, в качестве второго шага. По словам Томпсон, правительство должно использовать свою огромную покупательскую способность, чтобы по возможности отдавать предпочтение местным источникам коммерческой геопространственной информации. Американские провайдеры не конкурируют на равных с иностранными конкурентами, и нереально ожидать, что они будут успешно конкурировать с офшорными организациями, которые в значительной степени субсидируются их правительствами. Китай, безусловно, в этом плане худший преступник, считает Томпсон. Кроме того, разведывательное сообщество США может остаться без американских же технологических продуктов. Оно никогда не должно полагаться на разведывательную инфраструктуру, которая разрабатывается, строится, эксплуатируется, обслуживается или размещается в других странах или компаниями, находящимися под иностранным влиянием. Но если отечественные поставщики не могут сопоставить свои продуктовые предложения с офшорными, то у разведывательного сообщества просто может не быть выбора. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.